Добрый день всем любителям побега из Таркова. Приветствую вас на канале Тирангейминг. В этом видео поговорим про подготовку к вайпу. На днях прошел подкаст с Никитой Буяновым, где он рассказал о том, что в ближайшее время можно ждать предвайповых ивентов. Обычно после них в течении недели или максимум двух делают вайп. Вместе с патчем со всеми вытекающими. Именно поэтому я делаю для вас это видео, в котором расскажу как быть готовым к вайпу. Помимо этого уже готов как минимум один большой ролик, который я делал для вас в течении двух недель и собрал в нем довольно много полезной информации. Поэтому если вы планируете играть в следующем вайпе, постарайтесь не пропустить и его. Там вас ждет сказка лютня песня. Хочу начать с того, что вайпнуться самостоятельно перед вайпом это не ошибка. Ведь чтобы быть готовым к выживанию с нуля, нужно помнить про то, что конкретно вам нужно будет делать и как это сделать проще, где сэкономить время и так далее. Поэтому очень рекомендую вам это обновить в памяти. Посидеть, подумать, как вы будете действовать изначально, чтобы намного легче и быстрее достичь 15 лвла ЧВКшника. Чем раньше вы это сделаете, тем будет легче заработать денег на начальном этапе. Желаю вам с этим удачи, бойцы. Также было бы неплохо учесть ошибки этого вайпа, чтобы не повторять их в следующем. К примеру, в этом вайпе я таки не прокачал навык поиска, хотя хотелось бы. Поэтому в следующем я буду уделять больше времени лутанию курток, сумок и ящиков. Всегда думайте о том, что можно улучшить по сравнению с прошлым опытом. Это поможет вам постоянно развиваться и улучшать свою игру. Теперь довольно интересный и щепетильный момент. Большинство стримеров и блогеров на ютубе, а также на твиче, постоянно говорят о том, что если вы убили противника, вам нужно всегда лутать его лежа. Хочу вам, ребята, сказать, что это полнейшая ересь. Всегда нужно действовать по ситуации и думать своей головой, а не делать так, как сказал ваш любимый стример или блогер. Объясню, конечно же, почему. Представьте, вы убили ЧВК, проверили, что рядом никого нет и легли лутать труп, а через какое-то время вы слышите, что подходит еще один ЧВКшник. Здесь у вас только два варианта развития событий. Первый – это остаться лежать и ждать, пока он к вам придет. Причем в этом случае может быть такое, что вы лежите не в ту сторону и вам будет довольно проблематично повернуться на 180 градусов, при этом вы сильно нашумите. Также, когда вы так лежите, вас намного проще убить, потому что голова – это первая часть тела, которая истощает патрон. Здесь шансов на выживание будет довольно мало. Второй вариант – это попробовать резко встать и на эрекции прицелиться и перестрелять противника. В этом случае вы издаете куда больше звук, чем когда даже просто ползаете. Поэтому в 99 пластентов случаев ваш оппонент уже будет знать, где вы и заранее будет готов по вам стрелять. Как всегда приведу личный пример. Я лутаю трупы лежа крайне редко, только когда есть какое-то заграждение. В остальных случаях я стараюсь быстро лутаться стоя или сидя. Ведь в таком случае, услышав любой шорох или опасность, я могу резко ретироваться с линии огня и действовать свободно, как того захочу. Я не скован. Мне не нужно тратить время на то, чтобы встать и побежать. Хотите верьте мне на слово, хотите нет. Последний раз я умирал от того, что лутаюсь стоя или сидя очень давно. Наверно, даже больше полугода назад. И я уверен, что есть люди, которые думают, что если лутаться стоя или сидя, то вас будут без шансов убивать. И я соглашусь, это довольно логично, если брать ситуации в вакууме. Но на практике, по факту, такое бывает крайне редко. Лично у меня. Напомню, я отыграл 5000 часов в таркове. И это довольно много времени, которое позволяет мне собирать разного рода статистику. На дистанции и смотреть, что работает, а что нет. Только, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не говорю вам вообще не лутаться лежа. Я лишь хочу вам сказать, что это не всегда будет правильным выбором. Как говорят многие стримеры и блогеры в своих видео. Я просто хочу, чтобы вы начали думать самостоятельно, постраиваться по ситуацию и думать, как вам лучше поступить. В нашем случае рекомендую вам просто попробовать лутаться чуть быстрее, чем обычно вы это делаете. И вы увидите, насколько это эффективно, быть мобильным и стараться играть быстрее. Давайте немного поговорим про настройки игры в целом. Здесь имею в виду как графику, звук, так и бинды сенсой и, конечно же, фов. Рекомендую вам настроить игру так, как вам нравится, для удобной и комфортной игры и перестать что-либо менять. Так как всякий раз, когда вы что-либо поменяли, вам заново нужно привыкать к этим настройкам. И получается, вы тратите дополнительное время на это, вместо того, чтобы потратить его в нужное русло. Большинство киберспецменов еще со времен CS 1.6 усвоили этот момент и годами играли на одних и тех же настройках. И эта привычка не ушла даже с приходом CS GO. Я уверен, что в Талькове есть много людей, которые постоянно бегают по разным стримерам, смотрят их настройки, а они естественно у всех различаются и пробуют разные варианты, постоянно что-то меняя и тем самым делая только хуже. Очень рекомендую вам с этим как можно быстрее определиться и перестать что-либо менять. К слову, это лишь мое субъективное мнение и я его вам не навязываю. Можете делать как считаете нужным, всегда думайте своей головой. Дорогие друзья, как вы думаете, какой навык является самым имбовым и важным в игре Эшкере Фром Краков? Сила, выносливость, может быть здоровье или контроль отдачи? Мои подписчики, которые смотрят меня постоянно, конечно же уже знают, что это навык восприятия. Чтобы узнать, почему он настолько сильно опережает все остальные в игре и дает колоссальное преимущество над противником, очень рекомендую посмотреть вот это видео. Обязательно загляни и туда, если ты ничего об этом не слышал. А я на сегодня буду прощаться с вами. Огромное спасибо каждому, кто досмотрел это видео до конца. Ждите в ближайшем будущем еще как минимум один крупный ролик по этой теме. Крепко обнял приподнял каждого из вас и до встречи на просторах Таркова. Бойцы!